Всем добрый день! Субтитры сделал DimaTorzok Посетителям этого портала, этого ресурса Почему мы решили сделать этот мастер-класс, этот вебинар? Потому что портал совершенно замечательный, как я сказала И мы очень хотим, чтобы и вы тоже, как преподаватели, как библиотекарь, как родители, как методисты Знали о нем, о его возможностях Но более подробно, разумеется, расскажет о нем наш сегодняшний спикер Константин Костюх, я чуть попозже его представлю Пока я хотела обратить внимание на технические моменты организационные Чтобы они в дальнейшем нас с вами не отвлекали Итак, наш с вами вебинар состоится уже, сейчас проходит на вебинарной платформе Prof.me.com В письме, которое мы вам рассылали, указали, что оптимальная работа с данной платформой у браузера Google Chrome Поэтому если вы на Google Chrome, то у вас, скорее всего, должно отображаться все хорошо и замечательно Что у вас сейчас должно отображаться? Сейчас вы должны меня хорошо видеть и слышать И у вас должна появиться презентация с правой части нашего экрана В центре у нас чат, где мы общаемся И где можно друг с другом так пообщаться и позадавать вопросы Убедительно всех прошу вопросы спикеру задавать во вкладку «Вопросы» Давайте с вами их сейчас найдем Вкладка «Вопросы» располагается в верхней части на темно-серой плашечке Сверху, где написано «Мастер-класс, экскурсия по порталу, тайны возможностей арт-портала» И там же располагаются вопросы Почему туда, коллеги? Потому что когда мы с вами вживо общаемся в чате Мы там делаем друг другу комментарии какие-то Вопросы могут затеряться в нашей общей переписке Нам бы этого не хотелось Поэтому, конечно, я вот очень прошу вас с вопросами направлять вкладку «Вопросы» Я вам обязательно помогу То есть если кто-то запутался, не направил вовремя Я скопирую как модератор и я за этим послежу Но если вы поняли, куда писать То, пожалуйста, помогите мне и напишите туда, куда нужно Теперь что касается связи и всего остального Да, вот спасибо большое, Тараса Тадоровна Вы что изображение, хороший звук, замечательно Вот Если вдруг возникают по ходу трансляции какие-то технические проблемы Например, там подзависло видео или, например, исчез звук Бывают такие, знаете, скачки Что мы с вами делаем в этом случае? Мы с вами обновляем страницу Если мы работаем в Google Chrome, то мы нажимаем либо на клавишу F5 для системы Windows Либо просто круговая стрелочка Обновить возле адресной строки браузера И обычно этого достаточно, чтобы все проблемы с изображением и со звуком Они разрешились Иногда бывает так, что после обновления у вас вместо видео такой, знаете, черный такой прямоугольничек с стрелочкой Нужно нажать на черный прямоугольничек, чтобы трансляция возобновилась Потому что на данной платформе трансляция включается принудительно То есть вы сами определяете, когда ее включить, когда выключить Вот обычно всего этого хватает, чтобы все заработало Если вдруг не заработает, ну тогда можно выйти с вебинарной комнаты И по ссылке, которая у вас у всех есть, зайти обратно И тогда все, мы надеемся, что заработает Так, пока у нас с вами есть еще три минутки Тоже хочу рассказать о нашем распорядке Вы, скорее всего, получили информацию о вебинаре об этом из наших рассылок Да, из полезных рассылок У нас есть такой цикл полезных вебинаров По чтению мы его открыли В дальнейшем мы планируем, конечно же, и дальше вас радовать нашими вебинарами Нашими конференциями Поэтому следите, пожалуйста, за нашими новостями Скорее всего, июль у нас такой будет более отпускной, назовем его так Но со второй половины июля и в августе мы продолжим в полном объеме радовать вас нашими мероприятиями Хорошо, спасибо большое, Ольга Я рада, что нет проблем И тоже обращаю внимание, что когда сейчас подключится наш спикер Константин Возможно, такая техническая минутка, когда мы с вами переключаемся То есть когда у нас один спикер выключается, а второй включается Возможно, такой технический момент Прошу тоже к нему отнестись с пониманием То есть тогда анселяция обязательно будет, все состоится Но, возможно, просто какой-то технический нюанс, техническая минутка Вот По поводу плана нашего с вами мастер-класса Я думаю, что спикер сам все расскажет Я думаю, что уверена, что это получится у него лучше, чем у меня Поэтому я, наверное, уже буду потихонечку переходить к представлению Чтобы мы с вами начинали, чтобы не отнимать время Именно существенное время от вашего мастер-класса Итак, сегодня нас экскурсию проведет Константин Костюк, кандидат филологических наук Генеральный директор здательского дома «Директ-медиа» Прошу вас, пожалуйста, Константин, подключайтесь Хорошее выступление, вот мы вас уже видим и, наверное, уже и слышим Если вы нам что-нибудь скажете Добрый день, уважаемые коллеги Видно и слышно, я отключаюсь Очень рад вас сегодня приветствовать Уже, можно сказать, каникулярная эпоха началась Но мы продолжаем получать знания с вами Мне кажется, сегодняшняя тема будет для всех очень интересна Потому что мы будем говорить не только там о нашем таком интересном продукте Платформе, посвященной мировой художественной культуре и искусству Но и вообще немножко об эстетическом воспитании Ну, немножко расскажу два слова о нашем издательстве Надеюсь, вы нас знаете У нас для школы есть специальная платформа Библиошкола Это электронная библиотечная система То есть электронные книги и учебники Есть для университетского образования Университетская библиотека онлайн В общем, электронные библиотеки для публичных библиотек В основном наши работы и продукции Это электронные библиотеки Которые вот сейчас были очень востребованы вперед нашего домоседства Но вот арт-портал «Мировая художественная культура» Это особый, так сказать, любимый наш ребенок В свое время еще, когда мы начали свою творческую жизнь Это было в 2002 году Может быть, кто-то помнит Мы выпускали тогда на дисках Тоже иллюстрированные издания, справочные издания И это была целая такая большая линейка Посвященная искусству художественной культуры За это время мы перешли в онлайн-формат Диски ушли Ну а вот эта наша работа большая, крупная, практически 20-летняя Она продолжает осуществляться И я думаю, нам есть что показать Есть чем гордиться А в целом изменений, конечно, очень много И таких не все В связи с цифровизацией в лучшую сторону Я думаю, многие из вас заметили по книжным магазинам Что в целом сегодня альбомов и художественных изданий стало меньше Ну прежде всего потому, что интернет Он доставил все То, что раньше было проблемой Сейчас не проблема И найти картину, там, иллюстрацию Это очень легко Зато ушел вот тот пласт Особой работы, издательской работы Научной, методической работы Который был связан с иллюстрированными изданиями С альбомами, которые нужно подготовить Которые нужно подать В общем, это несопоставимо И вот если такой вот подпитки Подпорки В виде изданий Становится меньше То и Знакомить И Обучать Художественную культуру Искусству Становится гораздо сложнее Ну вы понимаете, о чем я В интернете, там, в соцсетях Все время картинки Все время их перелистывают А вот Встать и задуматься О картины, как говорится О художнике Вот это стало Как-то совершенно Маргинально Где-то А нам с вами надо За время школьного Образования Как-то и в этом ключе Воспитать Научить Кто такой Рафаэль Микеланджело Тициан Дилкуа Если вот в этом возрасте Не познакомится Ребенок с этими именами То едва ли он В более зрелом возрасте К ним придет Поэтому, несмотря На то, что Вот это вот Становится вездесущим Надо создавать Какую-то дисциплину Организовывать И прежде всего Не терять Тоже культуру Презентации Культуру Работы с культурой Так, извините За каламбур Чтобы Рейсы и продукции Мы обращались Как с картиной Художника Тоже могли представить Во всей там Его глубине И поговорить о нем И написать о нем Вот, в общем Таким вещам и служит Наш портал Он не просто Для того, чтобы Вот Какие-то продемонстрировать Или продукции Он концентрирует В себе Ну Все содержание Знания Которые человек Должен получать Прежде всего В школе И не только В школе Ну, обо всем По порядку Вот так Выглядит Наша страничка На сайте Art.biblioclub.ru Вы можете Зайти там Познакомиться И вообще Да По ходу Нашего Мастер-класса Мы будем С вами Знакомиться Блоком Блоками информационными И вот То, что я сначала На презентации Покажу Потом Мы сразу Будем После этого Блока Прыгать На сайт И уже Там Руками Так Гораздо Все Более Наглядно Вот А вы можете Сразу По блоку Ставить Какие-то Вопросы Переходим Тогда Потихоньку Вообще К содержанию Этого Нашего Портала Мы работаем Над ним Около Пяти лет И за это Время Он уже Пополнился Довольно Серьезным Интересным Контентом Я хотел бы Прежде всего Сказать Чем он Отличается От Подобных Сайтов С репродукцией Что в нем Эксклюзивно Ну Во-первых В целом Я сказал Что Работа Идет Практически Двадцать лет А то и больше Потому что Изначально Этот Первый Наш проект Который Мы делали Был совместно С немецким Издательством Директ-медиа И вот Как только Возникли Вообще Компьютеры Базы данных Компакт-диски Вы помните Вот Это издательство Стало создавать Цифровые Электронные Библиотеки С творчеством Различных Художников Вот На сегодня Мы собрали Около Более Девяносто Ну Практически Под сто Тысяч Произведений Искусства Это Практически Одна из Самых Крупных В мире Коллекций Но Сразу Вам скажу Что мы Здесь Работаем Не на Количество А На качество Мы не Стремимся Вот Все Все Собрать Что только Можно Этот Проект Проходит Издательскую Такую Фильтрацию Работу И мы Стремимся Не очень Хорошие Иллюстрации Заменить Лучшего Качества Это Требует Постоянно Много Времени Некой Переработки Вот И тем не менее Это Действительно Репрезентативная База Созданная Искусствоведами По которой Можно Знакомить Историю Искусства Основное Содержание В ней Это Аннотированные Репродукции То есть Репродукции Сопровожденные Точной Атрибутикой Когда Создана Картина В каком Музее Она Находится Это Я вам Покажу Вот Эта Атрибутика Это Как раз Ключевое Отличие Качества Нашей Информации Которая Создана Для учебных Целей Для научных Целей Для образователей От Того Что Вращается В интернете Даже В таких Почетных Хороших Проектах Как Арт Арт Гугл Не говоря Уже Там Таких Самопальных Сайтах Вот Эта Атрибутика Она Встречается Только В иллюстрированных Дорогих Альбомах Там Точность Информации Имеет Ценность Вот В интернете Один из Немногих Ресурсов Где Мы Также Боремся За Эту Ценность Информационной Точности Это Вот Наш И Согласитесь Для Ста Тысяч Произведений Это По сути Дела Тысячи Альбомов Это Все Очень Не просто И Результат Многолетнего Труда Вот Дальше Здесь Вы Увидите Довольно Иллюстрации Высокого Разрешения С Хорошим Качеством Это Тоже Разумеется Такой Ценные Достоинства И Кроме Самих Репродукций Несколько Тысяч Описаний Самых Значимых Шедевров Искусства Сделанных Искусствоведом Вот Ну Поэтому Это Одно Из причин Почему Это Именно Иллюстративно Образовательный Портал Вот Ну А кроме Всего Что Связано С Репродукциями Иллюстрациями Это Обширный Книжный Текстовый Интерактивный Интерактивный Другий Материал С которыми Я вас И Познакомлю В общем Это не Просто Свободный Подбор Иллюстраций Как вот Сейчас Фотостоки Называется Там Где Очень Много Всего Такого А Профессиональный Образовательный Научно Образовательный Научно Иллюстративный Ресурс Для Кого Все Это Делается Вот На На этом Слайде Отражены Три Аспекта Три Аудитории Для Кого Это Делается Ну Первый Слой Как бы И Форма Это Научная База Данных Анотированных Репродукций Вот Эти Вот Сто Тысяч То есть В качестве Такой Точной Информации Они Могут Служить И для Научных Целей Для Написания Работ И для Образовательных Целей Для Искусствоведов То есть Вы Можете Более Менее Быть Уверены Что Та Информация Которая Здесь Она Проверена Она Точна И Вот Это Большая Как бы База Данных Ну Она В принципе Конечно Для Всех Целей Которые Можно Использовать Что Можно Делать С Базой Данных Репродукций Вот Второй Аспект Уже Сужается Это Артотека И Артбиблиотека То есть Это Интерактивные Артиздания И Книги Для Широкого Круга Любителей Искусства То есть Взрослые Дети Искусствоведы Искусствоведы Все Кому Интересны Искусствоведы Могут Здесь Найти Интересные Материалы И Тексты То есть Это Сужается Уже Такой Аспект И Прежде всего Круг Работ Ну И Наконец Третье Вот В ядре Этой Схемы Это Арт Учебник То есть По сути Дело Это Ядро Проекта Здесь Собраны Ключевые Шедевры Отобраны И Самое главное Они не просто Вот так Даются Кидаются Школьника А здесь Как раз Они Снабжены Подробные С разных Сторон Информации Которые Рассказывают Показывают И в разных Видах Знакомят Школьника То есть Вот это Как раз То что Та информация И тот Ее объем Самое главное Который Должен Быть В школе Там не нужны Сотни Тысяч Там Нужна Квинтэссенция Культуры Так скажем И вот с этими Тремя Аспектами Я вас И буду Знакомить Каждая Имеет Определенный Аудиторий Интерес Вот база Данных Она Наиболее Широкая Широкий Аспект Преследует Художники Музеи Страны То есть Она Распределяет По категориям Весь Материал И Тоже Оперирует Очень Большим Объемом Контента Вот Художников У нас Более Пяти тысяч Авторов Да И Великие Здесь Художники И попроще Музеи Более Двух тысяч Музеев Это тоже Не какие-то Там Мелкие А кроме Великих Музеев Тут И довольно Крупные Частные Коллекции Все Можно Найти Искусство Стран Более Пятидесяти Стран Мы Собираем И тоже Тщательно Очень Квалифицируем Каталогизируем Чтобы Было Удобно Пользоваться Вот Это Такие Параметры Этой Базы Данных Она Разбита На Семь Видов Искусства Вот На Каждой Страничке На Главной С Левого Бока Вы Видите Иконки Это Вот Семь Видов Искусства Живопись Графика Архитектура Скульптура И Более Такие Частные Прикладные Декоративно Прикладное Искусство Театрально Декорационная Книжная Миниатюра Вот То есть Вы Видите Что У нас Очень Широкий Спектр Работы С Произведениями Искусства Вот Кроме Того Что Вот Все Эти Вся Эта База Данных Распределена На Такие Вот Категории Отдельная Часть Это Живописные Коллекции То есть Это Коллекции Созданные Ну Как Издания Объемные Рубрицированные Тематические Собрания Репродукции Вот Вы Видите Здесь На Слайде Дерево Каталога Разделы Вот Это В частности Коллекции Графики Российской Библиотеки Искусств Виды России Санкт-Петербург То есть Россия По Различным Губерниям Старые Открытки 19 Века Вот И Вот Такие Вот Тематические Осмысленные Ухоженные Коллекции Мы потихоньку Создаем По большим Направлениям Вот А это То Как я вам Говорил Представлена Информация По каждому Объекту Вы видите Здесь Имя Авторов Год Когда это Было Сознан Материал Размер Город Расположение Местонахождение Там Какой Музей Все Что Можно Собрать И поверьте Поскольку Изображений Очень много Вот Собрать Максимально Полную Информацию Это Действительно Требует Многих Лет Работы Вот Так Можно Картинку Посмотреть В Полном Разрешении Мы Стараемся Чтобы Это Было Очень Качественно Интересно И Можно Использовать Это Как Слайд Шоу Увеличивать Уменьшать Смотреть Тексты Выделять Выбранные И так Далее Вот Разумеется Как Любой Портал Он Ценен Возможностями Поиска Я вам Еще покажу Но Вы видите Можно По Многим Категориям Искать И По Стране По Местонахождению По Виду Искусства В общем Это Целый Спектр Инструментов Для Поиска Ну Вот По сути Первый Блок Мы Прошли Как Базу Данных Попробуем Сейчас Как я Вам Как это Выглядит Вот Главная Страничка Вверху Такое Слайд Шоу Внизу Арт Хронограф С которым Я вас Еще Познакомлю Вот Эти Вот Виды Искусств Ну Начнем Наверное Прямо Из них Вот Скажем С живописи Да Вот Вы Видите Здесь Полный Комплект Иллюстрации Если Наводите На Какую То Сразу Получаете Информацию О ней А Если Вот Картинка В Такой Зеленой Рамочке Это Значит Что По Ней Можно Получить Информацию Вот Ну Сейчас Откроем То Есть Текстовую Информацию Которая Создана Искусствоведом Вот Открывается Картинка В большом Разрешении Можно Ходить Вперед Назад По ней И Вы Видите Можно Смотреть Детали Вот Это Вот Картинка Это Так Называемый Картер Репродукции Когда Можно Смотреть Фрагменты Видите У тех Иллюстрации Которые С Высоком Разрешении Можно Посмотреть Буквально На Миллиметрах Все Что Вложил Художник Материалы И так Далее Вот И Вы Видите Можно Добавить Свою Галерею Личном Кабинете Можно Прочитать Текст О ней Можно Поделиться Там По Соц Сетям Можно Загрузить Эту Репродукцию Можно Перейти К другим Работам Автора Перейдем На всякий Случай И Посмотрит Видите Караваджо И все Его Картины Более 60 Картины Один Из Лучших Колористов Эпохи Возрождения Вот И Вот Так Можно Ходить По Всей Базе Данных От Одних Иллюстраций К Другим И Вот Мы Уже Пришли К Художникам Вы Видели Внизу Линии Навигации Вот То Что Я Вам Перечислил Авторы Страны Вот Здесь Вот И Музей Здесь Находится Вся Информация Вот Вы Можете Ознакомиться Подробно Школьник Вот Это Полная Информация Довольно Большая Здесь Есть Работы Автора Для Некоторых Есть И Различные Книги Дополнительные Которые Можно Прочитать Про Автору Вот Можно Перепрыгнуть В Творчество Автора В Разделе Живопись Но Мы Там Были Уже Вот Так Вот Работа Проводится С Авторами Вот Я Вернусь К Окошку Авторов Это Обратно Микеланджерия Вернули Сейчас Я Покажу Все Линеечку Как Можно Работать Художниками Художниками Вот Вы Видите Это Такая Галерея Различных Художников Аверкамп Вайзовский Бакс И Пошло Пошло Дальше Они Подгружаются Каждый Как я Вам Сказал Можно Прыгать Информацию Прочитать Подробно Алло Сейчас Так Так Я Вам Рассказываю Оно Все Попробуем Переключить Так А Вот Сейчас Видно Интересно А Нужно Нажать Вот Прошу Прощения Ага Вот Сейчас Пошло Пошло Так Прошу Прощения Выпал Сам Хром Так Вот Сейчас Меня Слышно Отлично Ну Попробую Еще Раз Перепрыгнуть На Десктоп Так С Этими Прыжками Так Так Вот сейчас должно сейчас я так понимаю да я сам вижу что показывает да еще раз мы вошли на нашу страничку главную арт-портала вот показываю вот страничка навигации которые я рассказывал вот виды искусств разнообразных сразу быстренько повторю что мы делали вот например живопись и те картинки которые у нас очерчены зеленым это репродукции с описанием бонапарта его картина вот возможность работать с большой иллюстрации схема карта возможность загрузить выделить поместить личный кабинет в общем все все что обычно листать в качестве слайд-шоу вот эта работа с иллюстрациями вот а здесь описание картин и художников вот это по картинам вот аналогичные картины а я уже начал переходить показывать как происходит работа с авторами как я уже сказал у нас очень много авторов но мы конечно выделили среди них тех кто является ведущими мировыми художниками вот и вот когда вы открываете вам в первую очередь высвечивается выдающиеся художники мира них есть информация об авторе их все произведения а есть плат плашка все авторы то есть если вы сюда нажмете то вам вывалится вот эти все тысячи там конечно для к о ком то есть информация о ком то нет мы стараемся качественную информацию дать вот по максимально емкому ну шедевры которые изображаются которые нужно знать в школе так скажем вот еще раз перейду к художнику немножко погружается да вот видите обширная информация в то же время достаточно краткой чтобы это вот можно было использовать на уроке и как я вам говорил книги о художнике дополнительные которые можно прочитать и различные вот ссылочки на его это пробоская на его живопись на его графику можно перейти к каждому каждой картине все посмотреть в общем что касается автора то мы собрали всю важную информацию по каждому из авторов а вот страны о которых я говорил вот соответственно это тоже разбита информация по различным странам и мы постарались собрать интересные представительные коллекции вот вы видите сразу например искусство австралии да где вы еще найдете это очень непросто искусство алжира вот включая первобытные искусства это один из наших афганистан то есть совершенно беларусь вот совершенно разные страны бразилия не говоря уже о классических которых мы изучаем в искусстве вот и собственно мы с вами уже находимся в инструменте в поисковика и вы видите здесь можно вот сейчас этот фильтр по странам здесь можно искать по совершенно разным параметрам вот наверху например лента времени и можно взять какой-то век например семнадцатый век и вам фильтр выделит картины семнадцатого века по странам нас выделены страны то есть какое искусство в семнадцатом веке было в этом же в этих же стран их уже гораздо мельче меньше вот и так вы можете работать очень разнопланово это конечно насильно помогает работать с этим огромным массивом информации вот мы немножко прошли по странам кстати у нас он в ближайшее время будет и такая информационный блок посвященный странам вот а сейчас например зайдем музей это тоже один из очень содержательных интересных наших разделов я вам сказал что более двух тысяч музеев но как и с авторами мы здесь выделили великие музеи до мира и все музея час открылась на всех и буквально интересные частные коллекции здесь можно найти все этот 17 веке на котором мы с вами остановились у нас все-таки перейдем на плашку великие музеи мира эрмитаж лувра чтобы было понятно где мы находимся вот соответственно британский музей бруклинский музей академия венеции академии флоренции галерея бургезе галереи пяти галереи тейт и ущицы это все вот мировые каждому известны имена и по каждому из музея можно тоже узнать краткую информацию что он и чем отличается посмотреть книги которые посвящены этому музею вот пожалуйста британский музей в лондоне да вот информация книга бы по британском музее и различные репродукции шедевры которые содержатся в этом музее вот вот эта база данных как она и должна быть то есть видите каждая ячейка информации здесь подготовлена культуре на и есть так сказать система дорог улиц то вот идешь изучаешь или показываешь музей какие тебе нужны или тебе может быть нужно познакомиться с искусством страны вот все это удобно и быстро ну и тем не менее это действительно город большой да здесь много всяких продукции в школе как мы с вами уже говорили нужно гораздо меньше зато тщательнее нужно погружать ученика вот в тот небольшой но важный объем настоящих подлинных шедевров культуры искусства и вот я тогда уже я буду пока без презентации прямо по мастер-классу идти по нашему сайту вот этот вот раздел называется арт-учебник в нем скомпонованы информации потому что действительно нужно знать в школе и это несколько таких ключевых параметров это стили и эпохи да вот она арт-учебник он с этого начинается а каждый о каждом из стиле барокко возрождение можно узнать подробно вот это первый блок раздел учебника второй раздел это жанры батальный жанр пейзаж портрет тоже все картины собраны по жанровой специфики можно изучить и прочитать все эти жанры отдельно дальше музей мира которые вам были показаны можно перепрыгнуть здесь на некоторую на букву и окажетесь музее это выдающиеся художники то есть художники первой величины вот можно смотреть всех если на 1 нажать на эту кнопочку вот то есть вот вы видите что то что касается вот цимуса самого сгустка культуры она расположена навигация на этой страничке все все можно посмотреть ну и попробуем сразу с вами посмотреть как это выглядит информация стиль прыгаем на первый же стиль авангардизм авангардизм это стиль 20 века и вы можете прочитать или школьник прочитает то что необходимо о нем узнать чем отличается вот автор этой статьи вот внизу шедевры авангардизма которые можно посмотреть подгружать и дальше подгружаем и они там растут на наводите на каждый как и в другом и появляется информация что это за художник но кроме этого вот это фасеты то что обычно с левая панель вы можете увидеть как этот стиль отражается скульптуре в живописи ключевые авторы в стиле и как этот стиль и отражается в странах вот ну например вот посмотрим авангардизм по страну что нам покажут вот вы видите уже плюсы интерактивные работы вот что база данных позволяет делать она с одного клика может целую следовательскую работу облегчить вот авангардизм по разе раз различным странам вот россия например в частности если мы нажимаем то получим вот шедевры стиля авангардизм которые были написаны россии вот вы узнаете малевича конечно же попову и всех остальных вот но хотел бы вам показать еще один одну интересную опцию которая особенно будет полезна для проведения занятий по мхк сейчас это видеоролики вот вот вы видите кроме того что даются различные картины здесь есть такой видео формат краткий рассказ о стиле который может быть видео можно послушать слово авангард от французского передовой отряда происходящее из военной терминологии со времен великой французской революции использовалась как метафора по отношению к наиболее радикальным политическим сообществам философ андрей сен-симон представитель школы социального утопизма первым использовал этот термин по отношению к художникам это мы художники будем служить вам авангардом искусство обладает не буду дальше показывать как вы видите это прекрасный формат чтобы показать ученикам на уроке что такое стиль и вы видите дикторы на фоне картинки подходящий они еще и одеты по возможности близко к стилю этой эпохи в эпоху возрождения вам артист будет читать вот как венецианский додж ну и так далее общем это довольно уникальный такой формат по искусству и красот он позволяет воспринимать информацию интересней дает плюсы интерактивных технологий вот точно так же происходит точно такой же рассказ дается там по жанрам и эпохам сейчас он откроется вот жанр рассказывается не только вот его какой-нибудь возьмем натюрморт вот можно натюрморт посмотреть по странам по эпохам как я сказал вот и получить всю информацию которая этому нужно то есть вот это вот уже работа точечная здесь учитель может выбирать то что ему нравится и чтобы он хотел показать размещать в своем личном кабинете об этом я еще скажу вот это то что мы называли базой данных а вот теперь я хотел бы чуть-чуть рассказать о других продуктах сейчас мы обратно к презентации вернемся да вот от учебники вот обращаю внимание вот когда вы видите вот этот вот знак а у это и есть тот элемент который принадлежит карт учебнику ну то есть то что нужно в школе вот это вот эпохи и стиле которые я показал это музея тоже показал это вот страны и в ближайшее время мы выложим тоже очень обширный такой интересный информацию по каждой из виде великих стран где можно посмотреть архитектуру достопримечательность узнать на национальной кухне о природе этнографии и так далее вот а художники информации все о картине тоже я вам показал вот значит это у нас было по по базе данных но конечно портал и интернет компьютер интересен тем что он может что что не может книга и вообще никакой другой носитель и это прежде всего интерактивные всякие эффекты вот когда ребенок имеет дело с такими игровыми штучками он конечно там весь преображается и могут сделали тоже такую совершенно уникальную вещи арт-хронограф 3d то есть это лет лет лента времени которая позволяет в интерактивном режиме вот путешествовать в глубину истории вот и вы увидите мы взяли пять шесть шесть линеек это и общая история архитектура живопись скульптура литература и музыка и разместили события как по ленте времени и вот эти события теперь можно отслеживать смотреть как они сочетаются друг другу и это довольно так интересно в таком игровом формате вот кроме этого о каждом из событий можно получить справочную информацию вот это мы сейчас с вами тоже все посмотрим так все и перепрыгиваю чтобы мы это теперь посмотрели в деле так вот наш портал арт-учебник можно так или с главной страницы вот это вот общая навигация вы можете в любую часть всей нашей коллекции перепрыгнуть вот арт-хронограф ну пока мы прыгаем я могу вас сразу главной странице это очень просто вот то что вы увидели внизу это и есть вот арт-хронограф но отсюда мы тогда и ну давайте вот прямо с китая начнем вот обращу внимание мы с вами зарегистрировались вот и вот великий китай вся линейка времени видите начинается история с первых печатных свидетельств книга перемен вот а дальше мы начинаем вот конфуций появился вот и дальше мы начинаем с вами вглубь истории лао цзы вот вы видите линеечка по которой лао цзы была эта литература вот сейчас вот пошли у нас шедевры первые по скульптуре и вот уже архитектура великая китайская стена и вот и вы видите внизу вот это все управление когда это происходит это пятьсот тридцать пятьсот пятьсот пятьсотые годы до нашей эры появилась великая китайская стена так вот как я вам сказал можно кликать на каждую картинку и вы получаете информацию справочную об этом шедевре вот или вот о философе джоан цзы и как вы видите параллели вот между историей от правления императора и что в искусстве литературе при этом императоре произошло вот у нас некие там оси сто пятьдесят седьмой год до нашей эры вот и смотрим великие памятники китайской литературы великие события вот основано государство джинь новая эпоха вот идут вот архитектурные вот и как вы видите вот издали то есть практически от самых первых времен самых первых источников знания об этой стране до современных каких-то событий вот и все сразу становится объемно очень как течет история да вы можете перепрыгивать вот здесь есть ролик и сразу нужное вам время перепрыгивать смотреть что в их знании монголов образования государственной эпохи мин вот тогда вот это мне кажется такие вещи очень интересно вверху год написан такие вещи очень интересны для обучения истории именно школьниками в их время когда все движущиеся интерактивные интересные они воспринимают очень быстро вот так что вот так вот выглядит наш наша лента времени специально для школы ну а теперь мы переходим тоже очень обширному нашему разделу который мы гордимся называется ортотека вот я с вами начал с того что посетовал что становится намного меньше альбомов альбом вообще очень трудно переместить в экранную форму вот с этими большими иллюстрациями перелистыванием мелованной бумагой вот мы постарались компенсировать эту проблему и создали такой формат арт-арт-проектов а все вместе ортотека вот это ортотека это иллюстрированные издания по искусству ну давайте вот рублев нам знаком а вот музей клюни один из абсолютно крупнейших коллекций средневекового искусства мире вот в общем мы мы постарались сделать качественно интересные иллюстративные издания как они должны выглядеть на компьютере вот и вот вы можете посмотреть это красиво сверстана выдающихся искусствоведов текста и вот с иллюстрациями разных размеров и крупными и мелкими разделами вот можно это перепрыгнуть на любой раздел но давайте готическая ступка скульптура 13 и вот пожалуйста иллюстрации головы иудейских царей вот как вы видите очень хорошие по качеству иллюстрации они куплены в музеев многие из них вот все это шедевры которые должен знать каждому и сами согласитесь что такое вот издание ничуть не уступает альбому по своей информативности по содержанию вот это вот один вид обратно картотеке у нас более более 150 таких проектов то есть это уже такая основательная библиотека и как вы увидите практически очень разные виды вот какие художественные альбомы все можно в эту оболочку ну давайте андрея рублева дарас он наверху вот пожалуйста здание посвященное андрею рублеву вот его церкви которую он расписывал вот его росписи все очень аккуратненько по таким альбомом конечно можно готовить и проекты по истории по мировой художественной культуры вот можно открывать картинки если они маленькие и в большом разрешении на нашем арт-портале сейчас должно открыться да вот видите и буквально как я показывал осматривать каждый миллиметр вот это вот один тип издание сейчас покажу вам другой мультимедийный формат последний день помпеи огромное полотно карла брюлова вот и вы видите это интерактивная карта она буквально описывает каждую фигуру на этом огромном полотне каждое событие она действительно сделана как анимированная из информации подробная картине и вот если мы сейчас начнем эту экскурсию вот видите предметы которые здесь есть вот вы мы можем пройтись фигурой лица вот это все совершенно интерактивно жертвы извержению как они в помпеи были открыты то есть это дополнительные материалы мрак над городом то есть вы видите вот каждый это по сути дела экскурсия по картине рассказывает о каждой из фигур мать и дочери отца и ребенка образе этой горя героини можно с легкостью узнать портретные черты графини самойловой вот вот христианин известность крестом на шее вот жрец и и так далее вот то есть вы видите это уже совсем другой тип подачи материала это уже не как не и вот видите можно различные на картине можно прийти можно кликать на различные предметы и она перепрыгивает и объясняет что здесь изображена вот общем это полноценный такой интерактивный проект так и еще один формат покажу вам тоже очень интересный от проекта которые уже с музеем может ограничить сейчас найду видите здесь художниках об архитекторов сальвадор дали эль грека марк шагал лондонская школа ну вот например советский авангард в лицах до советский авангард вторая волна это наши семидесятники лучшие художники которые работали практически в подполье и вы видите что здесь уже совершенно по-другому построен арт-проект это такая карта вы можете наводить вот оскар раби например очень известный вот открываете читайте о нем кто такой оскар да потом открываете репродукции смотрите какие картины там он написал вот можно увеличивать картину ведь опять переходите смотреть изучать то есть это даже это опять таки не альбом это целая карта вот всей вот михаил шимякин частности вот и таких у нас несколько скажем искусство японии искусство китая сейчас может еще покажу и опять последний день помпей картотека шишкин школа бубновый балет вот идете дальше показать еще до серебрякова вот согласитесь что таких вот проектов нигде не найдешь вот очень интересный сайт сад земных наслаждений по босху интерактивная карта где можно тоже вот эти сложные его картины обязательно требующие расшифровки вы можете в подробностях изучить а вот искусство японии она тоже как альбом сделано да я хотел нет сейчас вернемся так вот пускаемся образ христа образы италии итальянское возрождение египет искусство египта воснецов пейзаж я глазунов абердинский бестингарий здесь есть и современные темы вот диего родригес и веласкес то есть современные художники древние передвижники наши война глаза у меня художников гуманистов дворец музей топ кап и вот ну да да до искусстве китае мы так не доберемся до большой вот третяковка третяковка леонардо да винчи шехтель веревкина то есть современные художники россии ну в общем вы представление получили каждый из них очень авторский проект с очень богатой иллюстрациями и как вы видите разные виды подачи материал вот сейчас вернемся к презентации чтобы я просто вам показал какие но обобщим то что какие типы здесь вы увидели вот ортотека моей презентации если кто хочет потом скачает ее эти выпуски выходят дважды в месяц если вы подпишитесь будете получать информацию о них у нас в инстаграме есть свой аккаунт вот эти тематики которые я назвал музейные коллекции художники и вот те три вида арт-проект в которые мы которые вам показал вот интерактивная карта дворцы замки европы тоже можно по разным странам открываешь и смотришь какие дворцы где строились вот информация подробная вот альбом лонгрид интерактивный альбом который я вам показывал даст такой с текстовой иллюстративной информации и интерактивная карта где можно вот смотреть каждую деталь вот но последний такой большой крупный элемент который который я хотел вам показать это арт-библиотека электронная библиотека по искусству вот вы видите мы собрали довольно много такого прикладного иллюстративного материала но у нас много и текстового чем цена библиотека книгами по различными различным аспектам более 4000 изданий в нашей библиотеке вот она и классику содержит и современные зданию дней меньше вот именно художественных альбомов а такая литература как искусствоведческая или там мемуары художников или информации по истории искусства в общем как любой библиотеке она имеет развернутый каталог дифференцированный с возможности поиска сортировка по автор году и так далее и возможность конечно чтение ну вот это пример описание книги мы еще зайду ну да будем двигаться концу значит арт-библиотека мы еще к ней сейчас вернемся вот и кроме этого собственно мы уже с вами почти в самом финале кроме этого мы ведем и некую обучающую деятельность проводим вебинары я вам покажу по отдельным художникам по истории искусства публикуем обновления содержим архив у нас как я сказал есть страничка в инстаграме и в фейсбуке где можно о наших новинках всегда получить информацию вот ну и то и вот сейчас личный кабинет еще покажу это как раз то как можно использовать на своих практических занятий с помощью создание галереи возможность скачивать файлов и так далее ну вот так что сейчас последний заход так возвращаемся карт порталов вот она арт-библиотека вот вы входите видите ее различные разделы живопись архитектура скульптура музыка танец ну давайте с живописи самого базового формата вот он еще раз напомню около 4000 изданий вот так расположены книги с краткой информации о них вспоминания передвижниках ну какой-нибудь вот академический художник академический рисунок учебный методический комплекс вот разумеется мы в большой степени заточены под обучающие задачи да ну вот информация можно открыть содержание и сразу перейти на чтение ну например материально-техническое обеспечение дисциплины это издание кемеровского университета культуры и искусства вот открылась страницы которые мы запросили описание образовательных технологий и дальше можно читать файлов pdf вот и в ближайшее время у нас предусмотрен выход всего этого проектов мобильной версии можно будет смотреть через смартфон у телефона вот еще раз арт-библиотека вот в общем это уже текстовые никакой не можно перейти к нашим основным проектом арт-портал арт-отека арт-хронограф арт-библиотека вот и последний что мы хотели да это зайти в в личный кабинет возвращаемся на портал вот у нас меню по всему то вот хотел по вебинарам до заходите новости обновления этот раздел новости вебинары архив да и вот здесь вот у вас в записи представлены нашего мира они же еще наши директ академии ютюбе вот единственных вот здесь нету картинок вот такие только вот в основном это по истории искусства вот всегда можете посмотреть какие у нас новинки что что нового на сайте сейчас я когда этот последний месяц 600 новых иллюстраций добавлены в наш каталог вот и кроме этого еще есть новости да вот то что внизу было это как раз вот последний проект андрей воронихин классицизм вот и можно перейти арт-проекту вот и последнее что я хотел показать это личный кабинет значит вот кроме навигации если вы на ваш аккаунт нажимаете то перейдите сюда вот и вот вы здесь вы видите в профиле не заполнен вот это вот галереи которые вы создавали если вы их создавали тестировочные тут особо работа не велась вот загруженные изображения если вы себе там что-то загрузили вот и вот такой же вот формат может быть вам интересно это галереи пользователей вот здесь то что и те интересные какие-то подборочки которые создают другие участники но например мексика до мексиканское искусство кто-то подобрал вы можете уже этим воспользоваться вот здесь очень много различных таких неожиданных тем он предель рембрандт и так далее бы течение уже не некий такой адаптированный формат вот и информация о подписке вот собственно мы уже в последней точке вот здесь вот видите вы вы проинформированы какой у вас доступ имеется и все все у вас под контролем ну а это как раз последний слайд нашей презентации где есть информация подписки значит у нас есть два формата работы это работа для физических лиц вот увидеть слева каждый из вас может подписаться это в принципе не очень дорого за год несколько сотен рублей и тогда вам будет доступна весь вот все проекты которых я иллюстрировал если вы просто зарегистрируйтесь нашим по порталам можно пользоваться бесплатно если вы зарегистрируете то вы сможете пользоваться базой данных так который изображена но вот те остальные части арт-учебник то есть текстовая информация арт-библиотека а проекта они будут для вас закрыты вот если вы подписались то открывается все и в том числе изображение большого размера который можно скачивать ими пользоваться вот это вот для отдельных лиц если же вы предлагаю представляете школу и хотели бы получить доступ для всех школьников и учителя и учеников то вы можете подписаться на как учебные организации или библиотеку вот вам указан наш менеджер и все контакты вот это стоит тоже недорого для школы это где-то 20000 в год и будут возможно могут пользоваться дальнейшем не только учителя ученики но даже их родители то есть полном широком спектре вот и как я вам сказал но вы видите что это у нас такой портал широкого профиля он и для любителей искусства подходит но все-таки мы целим что он должен быть быть подспорьем и для учебного процесса всего что касается мировой художественной культуры и самих уроков по мировой художественной культуры и уроков по истории вы видите тут очень много что можно использовать по истории уроков по литературе вот вместе с библиошколой там вообще прекрасные связки такие образуются ну и непосредственно уроки там по искусству смотреть как какими техниками пользовались художники общем учитель всегда найдет как это все использовать вот в общем мы очень надеемся что это будет интересно школах но вы посмотрели и потом можете показать тому кто тоже мог бы заинтересоваться вот собственно я рассказывал рассказывал сейчас посмотрим по вопросам родились ли они ходим моего рассказа так вот у меня не видно а вот вот пошли вопросы платный бесплатный да еще раз базовой версии бесплатный арт-портал а вот то что обучающие именно его состав он у нас платный ссылки так ну ссылки вот в самой презентации вы видели где искать видеоролики но вы видели что видеоролики они в стилях у нас вот и мы потом их да вы видим отдельно нашим арт-учебники хорошие идеи спасибо так зарегистрироваться но не могу посмотреть книгу да еще вот раз подчеркивать если вы зарегистрировались вам будут доступны репродукции но вот все внутренности будут недоступны то есть арт-библиотека книгу уже посмотреть не сможете так да поэтому для просмотра регистрации и потом оплата до личный кабинет вы можете без оплаты уже создать и загружать туда основные свои пользоваться личным кабинет так очень интересно содержательно осуществить подписку возможность любого дня да то 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 так есть там на полгода и на год у нас 22 основных форматов вот ну что же дорогие коллеги спасибо что вы были с нами очень надеемся что это не только вот нашем кругу вы видите мы постоянно растем семимильными шагами уже к сентябрю у нас очень большие будут изменения в арт-библиотеке постоянно новый контент и он такой именно издательский да не просто что вы найдете в интернете он прекрасно подходит для подготовки проектов школьников для вот их общего образования но вот как мне кажется школа должна быть оснащена такими продуктами это помимо учебников по которым непосредственно идет процесс должны быть вещи где можно поработать порыться там задачки какие-то задания давать школьникам то есть это конечно уже для такого высокого качества и уровня школы вот и преподавателя но если есть желание всегда можно найти способ да если учитель сам как физическое лицо например подпишется это не так дорого он может давать там своим ученикам в общем здесь мы никаких там больших требований не ставим нам тоже очень важно чтобы нашим порталом пользоваться подписывайтесь на наш инстаграм и будете всегда в курсе что у нас происходит каждый день практически каких-то шедеврах идет рассказ и о наших ключевых событиях вот благодарю вас за внимание так и вот еще есть организационная информация да не сказала если вам нужен сертификат после нашего мастер-класса то мы потом сделаем рассылку по всем кто принимал участие и вы сможете по ссылочке прийти на наш кабинет директ академии и там приобрести сертификат ну именно приобрести он стоит 200 рублей как вот у нас для всех сертификатов в минар бесплатно сертификат плату получается вот этот сертификат с нашей образовательной лицензии который имеет ваш компания так что он такой достойный интересный может вам пригодится вот все благодарю за внимание хорошего вам дня и лета всего доброго лично друзья вот еще раз хочу на организационных моментов обратить ваше внимание через три-четыре часа у нас будет готова запись нашего вебинара и у обязательно будет рассылка записью из презентации которую вы сегодня видели ссылки на инстаграм на сам портал мы все все вам сделаем письме не переживайте пожалуйста вы знаете что мы так работаем то есть у нас всегда все в комплексе вы это все получите не переживайте пожалуйста пожалуйста подписывайтесь портал действительно очень интересный здесь я очень благодарна нашим постоянным участникам которые отметили что мы всегда выбираем интересные темы это так мы работаем для вас и выбираем те темы которые интересны нам прежде всего так как педагогам как библиотекарем как родителям и конечно же мы с радостью делим делимся этим открытием с вами чтобы вы тоже посмотрели поработали с этим внедрили в свою деятельность такие замечательные продукты которые представляют наши партнеры поэтому пользуйтесь пожалуйста подписывайтесь и внедряйте свою рабочую личную деятельность спасибо большое что были с нами ждите пожалуйста рассылки если будут какие-то вопросы то тогда мы на них ответим уже в переписке всю нашу почту вы знаете info собака ритчатрон.ру пишите всегда ответим спасибо большое увидимся на других наших мероприятиях до свидания